Добрый вечер! Добрый вечер! Замечательного завершения субботы! Желаю я вам, люди, футбольные и все! Торпеда Москва, Сокол, Саратов. Мы с вами в Химках, на арене Химки. И это Мелбет, первая лига. Это 14-й тур. Да, должен на трибунах такое затишье. Всё, старт и свисток. Поехали! Ты представишь Сокол или Торпеда? Давай с хозяев начнем. Давай с хозяев. Тут всего лишь одна перестановка. Ирак Лимонелов появляется с первых минут. Мяч Торпеда себе очень быстро возвращает. Ещё одна подача. И подача доходит. И есть удар! И мяч летает в ворота. 1-0. Открывает счёт Торпеда Сергей Бородин. Лидер обороны незаменимой. Все матчи в этом сезоне без замен. Как же здорово доставили мяч до него с бровки. Будем повтор смотреть. И очень спокойно Бородин. Вообще, это человек, который головой играет классно. Нечастый гость артем составе. Шамиль Садуев. Великолепно он играл во второй лиге. И первый его сезон в Мелбет первой лиге. Садуев забил в прошлом году. Да, в Лужниках. Торпеда. Торпеда забил. То есть для него эта команда приятная по воспоминаниям. Но у нас 2-0. И классный удар Манелова. Обводящий. Хвалили мы Садуева. Про него говорили. А тут Манелов. Классный выстрел. Да, с дистанции. Не входя в штрафную. Попал зрячий, крученый, под дальнюю штангу. Вот так торпеда. Вот так выводы. После плохого первого тайма в Екатеринбурге. МК. Сокол в атаке мы не видим. Игра в одни ворота. И торпеда, забив два мяча, продолжает атаковать. Я думаю, все еще впереди в этом матче. Хотя вот сейчас третий забивает. Третий. Очень просто. Галкием свой второй гол забивает. В сезоне торпеда разрывает Сокол. 25-я минута. Только перья летят по полю от того, что мы видим. Проход слева очень просто. Передачу в штрафную. Где защитники дали пройти? Максимов отдает передачу налево. И здесь Нитфулиен, капитан на Галкина. Великолепная передача. Опять же, где Иванов? Он в двух метрах от Галкина. И да, в штрафной тут движение. Во главе с Максимовым устраивают черно-белые. Максимов на дальнюю. Классно! И четвертый влетает. Великолепная атака. Стандарт. И это Равиль Нитфулин. Лучший футболист. Торпеда в сентябре и в октябре продолжает. Второй матч подряд после гола. Спасительного гола Уралу в Екатеринбурге с пенальти. Теперь с игры. Ну, стандарт тоже, да, угловой. Но Нитфулин. Ну, как же сейчас снова за Сокол? Мне с одной стороны обидно, а с другой горько. Что это за игра в обороне? Три передачи со стандартного положения. Мяч перехватывать-то собирались саратовцы или нет? Сегодня играют две самые дисциплинированные команды сезона. Если брать зачет по желтым карточкам. Перед туром 15 желтых у Торпеда, 17 желтых у Сокола. Две самые дисциплинированные команды чемпионата. Целовальников показывает на точку. 5-0 будет, да? Посмотрим. Посмотрим, Роман. Горбунов сейчас зарабатывает пенальти. Поднимает его Манело в Сокол. Ребята, мужики, соберитесь, ну вы чего, волжане. А здесь без шансов. Очень четко на опыте Равиль Нитфулин, герой матча. Второго тайма так уж точно. 31 год этому воспитаннику Торпеда Зилы. Он доводит счет до 5-0. Как я понимаю, показали нам его на лавке. И замен нет, то есть сейчас Торпеда будет в десятером играть. Последние минуты. И вот шанс матча у Сокола забить. Гол не получилось. За каждый мяч сражаться, за каждый аут. Как сейчас Дудиев. Это пример для Сокола на матч следующего тура с Аланией. Все. 5-0 в Химках. Торпеда забивает максимальное количество мячей в этом сезоне. Сокол пропускает. Больше всего тут стычка. Дудиев не успокоился. Роганович не нужен. Не нужно. Парни проиграли. 0-5. Возвращается Сокол домой. Поздравляем все Торпеда. Лидер чемпионата. Пять мячей отгрузивший Сокол. Нитфулин. Король. Продолжение следует.